привет друзья с вами джин лав и в этом видео уроке мы установим на ваш сайт слайдер слайдер который будет вам листать картинки или фотографии и также мы научимся с ним работать итак поехали заходите в свою панель управления сайта далее нажимаете на плагины и например нажимаете вот сюда добавить новый теперь запоминает это название мета слайдер вот именно это название вам нужно вписать в поисковик поиск плагинов это название берем и вписываем вот сюда в поиск плагинов мета слайд вписали и нажали enter все он у нас появился вот так он выглядит такой вот картиночкой нажимаем установить ждем далее нажимаем активировать плагин и и все в принципе установка закончена смотрите у нас сразу внизу если в слева появилось такое название мета слайдер мета слайдер и ниже купить про версию мы будем работать со со фри версии то есть бесплатной версии и нажимаем на мета слайдер и вот здесь у нас появляется такой чистенький экран где предлагается назвать и создать наш первый слайдер нажимаем на этот вот плюсик ждем и собственно появилась уже такая панель с настроечками смотрите как создается слайдеры и картинки где они будут листаться создается очень просто сначала мы выбираем картинки которые мы хотим поместить слайдер нажимаем добавить слайдер и выбираем картинки которые хотим добавить да ну например я выберу вот эту картинку нажму добавить слайдер дальше я нажму еще добавить слайдер и давайте еще третье добавить слайдеры и выберем какую-нибудь еще картинку посмотрите может также загружать новые картинки нажав загрузить файл можно из библиотеки файлов загружать. Давайте еще третью загрузим. Добавить слайдер. И давайте еще последнюю, четвертую. Пускай это будет у нас вот такая вот старенькая машинка. Добавить слайдер. Смотрите. Добавили. Что здесь? Здесь у нас справа виды различных слайдеров. То есть, раз вид, второй вид слайдера, третий вид, четвертый вид. По сути, они большим отличием между друг другом не имеют. Между друг другом большого отличия у них нет. Но небольшие такие тонкости есть. Я вам покажу основу, а дальше вам самим выбирать, каким слайдером пользоваться. Итак, поехали. Мы добавили все картиночки. И теперь видим, что здесь указана ширина картинки, здесь высота, здесь эффект. То есть, как будет картинка меняться. Растворение, у нас таким эффектом будет картинка сменять одну-другую. Здесь у нас дизайн стоит по умолчанию. Тут мы ничего не можем поменять. Здесь стоят стрелочки, то есть, галочка. Мы будем видеть стрелочки по краям, слева и справа, для того, чтобы перелистывать. Можем это оставить галочку, и тогда эти стрелочки будут видны. Если мы не хотим, чтобы были видны какие-то стрелочки, мы эту галочку убираем. Дальше. Навигация точки. То есть, это когда внизу будут точечки. Дальше. Есть надпись расширенные настройки. Нажимаем сюда, и видим, что здесь вот такие вот большие расширенные настройки. Ну, смотрите. Давайте сначала посмотрим, что у нас получилось. Нажмем сохранить. Сохранили. И вот тут внизу у нас есть шорт-код. Это код для того, чтобы его вставить либо в запись, либо в страницу. То есть, либо в записи мы можем этот шорт-код вставать, либо в страницу. Здесь есть еще вставка в шаблон. Вот такой, да? Еще вот такой вот есть код. Это код для вставления как бы тоже в другие места. Опять же, также можно и в записях пробовать вставлять либо в страницах, либо там, где понимает интернет этот код HTML. Чаще мы будем использовать шорт-код. Вот. Ну, на самом деле, слайдер очень простой, и тут никаких сложностей нет. В принципе, будем все использовать на автомате. Теперь давайте вернемся сюда и кликнем вот сюда на новый слайд и дадим этому слайдеру определенное название. Допустим, назовем его авто. Авто 01. Для примера. Вбили название, еще раз нажмем «Сохранить». Также есть такая кнопочка «Просмотр». Нажимая «Просмотр», мы будем видеть, как это все, как видит, ну, как этот слайдер наш есть, да? Какой он у нас. То есть, вот как будет работать наш слайдер. То есть, вот так работает наш слайдер, картинки листаются. Справа видим мы такие кнопочки, то есть, стрелочки, вот особенно вот здесь это видно, которые можно также нажимая «Перелистывать». Смотрите, вы заметили, что вот есть эти стрелочки, также вы заметили, что есть эти точки. Я как раз о них и говорил. Закрою. Вот, это точки, которые показываются внизу. Давайте я поставлю вот здесь точку, чтобы не показывать этих точек. Нажму «Сохранить» и нажму «Просмотр». Все, этих точечек уже нет. Дальше. Стрелочки также есть. Также можем убрать и их. Уберем эти галочки, эту галочку нажмем «Сохранить», нажмем «Просмотр» и вот уже здесь никаких галочек нет. То есть, стрелочек точнее, для перелистывания. Он будет листаться только автоматически. Нажмем «Закрыть». Дальше. Давайте стрелочки оставим и вернемся к более другим настройкам. Вот, допустим, эффект. Из эффекта у нас стоит растворение. Давайте поменяем эффект. на скольжение. Нажмем «Сохранить», нажмем «Просмотр». То есть, вот так вот будет происходить. Эффект скольжения сдвигается одна фотография на другой. Смотрите. Давайте вернем назад эффект растворения. Нажмем «Сохранить». И еще раз нажмем «Просмотр». Полистаем. И видите, здесь есть такая надпись, какой-то текст, да? Откуда он здесь взялся? Закроем. Этот текст взялся от того, что здесь есть описание. Описание этой картинки. Нам нужно убрать это описание. Берем и стираем. И тогда никакого текста внизу не будет. Кликаем сюда, нажимаем «Сохранить». Нажимаем «Просмотр». Все. Никакого описания нету. Если мы сейчас полистаем, вот здесь никакого описания нету в слайдере. Дальше. Что еще мы здесь посмотрим? Смотрите, есть такая вещь, как ссылка, да? Мы можем сюда поставить любую ссылку. Например, хоть соцсети, какая-нибудь страница, хоть Facebook и так далее. Копируем ссылку. Отсюда возвращаемся и вставляем ссылку. «Вставить». Вставили ссылку. Если мы ставим галочку «Открывать в новом окне», то при нажатии на эту картинку откроется сайт Facebook в новом окне. Если мы уберем эту галочку, то откроется сайт, а сразу на этой же странице произойдет перезагрузка. Я, допустим, нажму «Открывать в новом окне» и нажму «Сохранить». Все, сделали. Нажимаем просмотр. То есть, вот так вот выглядит. Листаем, да? И вот, смотрите, на первой картинке, вот этот, если мы на нее кликнем, откроется ссылка в новом окне. То есть, откроется сайт. Кликаем на нее и вот открывается Facebook. Закроем. Вернем сюда. Смотрите. Закрываем. Вот на каждую картинку мы можем поставить свою ссылку. Любую, да? Любую ссылку на каждую картинку поставить. Для наших целей какую хотим, такую и ставим. Дальше. Что еще? Также мы можем менять местами. То есть, какая картинка будет первая в слайдере, а какая вторая. Как это делается? Наводится вот сюда примерно, берется и перетаскивается вниз. Простым движением мы перетаскиваем любые картинки вверх или вниз. То есть, и в такой очередности будут они листаться. Это первая, это вторая, это третья, а это четвертая. Таким же образом. Если мы захотим удалить картинку, наводя сюда, вот здесь появляется такая вот значок корзиночки или мусорки. Нажав сюда, мы слайдер удалится. То есть, эта картинка удалится. Не слайдер, а картинка удалится. Так, все вроде понятно. Теперь, как этот слайдер вставить на страницу либо на записи своей, Поехали. Нажимаем сохранить и откроем свой сайт еще раз и нажмем, допустим, добавить запись. Дадим ей какое-нибудь название, допустим, авто с пробегом. Кликнем сюда. Нажимаем, допустим, опубликовать. Еще раз кликнем сюда. И, как мы видим, вот здесь вот у нас сверху появилась новая кнопочка, которая называется добавить слайдер. Нажимаем на нее и у нас здесь открывается окно, где предлагается вставить нам слайдер. Нажав сюда, мы будем выбирать, какие у нас есть слайдеры. Сейчас мы создали один слайдер, поэтому выбираем только наш один слайдер, который называется авто01. Нажимаем на него и нажимаем вставить слайд-шоу. Все, вставился этот наш шорткод. Теперь нажимаем обновить. Смотрите. Видите, как называется этот шорткод? метаслайдер AD210. Если вернуться в наш метаслайдер и опуститься вниз, то этот шорткод также называется. В принципе, этот шорткод можно выделить, взять, скопировать и вставить в любую страницу либо любую запись. Например, я вот открою новую и возьму и вставлю. И так же он вставится, так же будет работать. Это можно делать как в странице, так и в записи. я удалю, нажму обновить и нажму просмотреть изменения. И вот, собственно, наш слайдер. Автоматически он подогнан по ширину нашей страницы и вот так отображается. Здесь с такими вот кнопочками, чтобы листать. Так же работает ссылка. если мы на нее нажимаем открывать снова страница. Смотрите, слайдер как-то маленький и не очень хорошо смотрится. Давайте отредактируем саму страницу и поставим ее без колонок. допустим, вот так. Поставим галочку вот сюда и нажмем обновить. здесь закроем нажмем просмотреть изменения и видим слайдер уже стал пошире. слайдер в принципе будет становиться по тем размерам, какие вы задали. То есть, какие вы задали вот здесь. Вот здесь у нас размеры 700 на 300 заданы размеры. Но смотрите, если у вас ширина страницы меньше, то он будет автоматически меньше. То есть, вот так все работает. Смотрите, автоматически изменяя слайдер вот здесь допустим, добавим точки и нажмем сохранить. Эти точки появятся и так же и здесь. Нам не нужно каждый раз вставлять шорткод и каждый раз что-то менять. Мы можем только в слайдере производить изменения, а здесь изменения будут сами производиться, обновляться. Нажим обновить страницу и видите, появились эти точечки, где можно так же переключать картинки. Далее, давайте вернемся к более подробным настройкам. Смотрите, помимо того, что мы задавали этот слайдер, вот такие простые настройки, да, ширину задавали, которая стояла по умолчанию, можно изменить, допустим, не 700, а допустим 500. Пускай будет так. Дальше. Сделаем что еще? Мы видим, что здесь у нас оно стоит не по центру, а слева. Как это сделать по центру? Вернемся в слайдер и вот здесь есть такая надпись «Выровнять по центру». Ставим галочку сюда. Нажимаем «Сохранить». Возвращаемся на нашу страницу, нажмем «Обновить». И этот слайдер сразу стал у нас по центру. И ширина изменилась, стала меньше, потому что мы сделали ее вот здесь 500. Давайте выровнем назад, теперь 700. и произведем другие изменения. Есть такие тоже изменения, воспроизвести автоматически, чтобы слайдер сам листался. Если мы не хотим, чтобы он автоматически листался, то просто галочку берем. Есть режим обрезки, то есть когда мы вставляем картинку, это определенным образом обрезается. Можно это тоже настроить, но я здесь не рекомендую ничего менять. Дальше тоже есть режим карусели, можно проэкспериментировать, допустим, давайте посмотрим. Нажмем галочку сюда и нажмем сохранить. Я на самом деле это еще ни разу не делал, давайте посмотрим, что получится. Обновим страницу. А, вот какой режим карусели, то есть мы видим одну картинку и видим частично вторую картинку, что какая будет следующая. Нажмем сюда, вот такая будет картинка следующая. То есть это режим карусели. Давайте еще посмотрим, что можно сделать. протянем вниз. Так, отступ карусели, 5 пикселей. Ну, можно просто менять отступ. Что это значит? Видите, вот здесь отступ от следующей картинки. Можно его больше сделать, можно меньше. Ну, я не рекомендую здесь ничего не менять. Дальше наш слайдер. Что еще здесь настраивается? Есть такая надпись случайно, то есть если мы поставим здесь галочку, то наши картинки будут меняться в случайном порядке. Дальше. Либо наши картинки будут меняться случайным образом, то есть есть эффекты, а есть эффекты случайные, то есть другие. Далее. Пауза при наведении мыши, то есть смотрите, стоит галочка, если мы сейчас на наш слайдер наводим мышкой, то он останавливается и не мелькает. Если мы уберем, он дальше будет продолжать меняться. таким образом. Далее. Время показа слайдера 300 миллисекунд. То есть появилась картинка 300 миллисекунд, прошло, она поменялась. Дальше. Скорость анимации. Ну, это то, как быстро она перелистывается. 600 миллисекунд и так далее. В принципе, если хотите, здесь можете поймать значение, но я не рекомендую. Дальше идем. вот есть другие эффекты, как сглаживание и так далее. Я на самом деле не рекомендую здесь ничего менять, здесь большого отличия нет. Дальше. Вот есть текст. То есть изначально у нас как стрелочки отображены вот такими галочками. Можно сделать текстом назад или вперед. Поставить какие-то другие символы или прописать свой текст, допустим, вперед. вперед. Например, так. И сохранить. И тогда у вас будет отображаться надпись вперед. Вот здесь я вам на начальном этапе вообще ничего не рекомендую менять. Это для более профессиональных пользователей и создателей сайтов и мастеров. Итак, поехали дальше. Основное мы научились делать. Выровнять по центру мы поняли, что такое. Давайте теперь сделаем следующее. Есть такая галочка «Растянуть во всю ширину». Ставим галочку, нажмем «Сохранить», вернемся сюда и посмотрим, что произойдет. То есть, видите, слайдер у нас будет во всю ширину. Как классно смотрится. И можно такой полистать. Смотрите, заметно, что когда фотографию мы листаем, одна фотография яркая, а вторая чуть-чуть помутнее. Она помутнее потому, что на ней прикреплена ссылка. Но когда мы наводим мышкой на эту фотографию, она сразу становится светлой. И появляется типа такой пальчик, для того, чтобы мы могли по ней кликнуть. А там, где нет ссылки, фотография сразу яркая, и пальчика нету. Мы не можем по ней кликнуть. из-за того, что здесь есть ссылочка. При наведении мышки она сразу светлеет. Дальше. В принципе, все понятно и все просто. Вернемся сюда, и что еще можем посмотреть? Это мы сделали настройки для нашего слайдера, для этих фотографий. Мы поняли, что их можно менять вверх-вниз расположение, добавлять в каждую ссылку для каждой ротинки, и также настраивание. Смотрите, есть такая еще кнопочка «Обрезать». То есть, мы тут же можем выбрать, как ее обрезать. По центру и так далее. Тоже дополнительная настройка. Еще, смотрите, мы просмотрели первый вариант слайдера. Другие слайдеры, они в принципе подобные друг друга. Просто, что будет отличаться? Допустим, давайте поставим такой слайдер и нажмем убрать во всю ширину и нажмем «Сохранить». Что здесь будет отличаться? Вернемся сюда, нажмем «Обновить страницу». Видите, просто поменялся дизайн слайдера. У нас раньше были какие-то точечки, а теперь здесь один, два, три. Теперь здесь вот так. И заместо таких круглых стрелочек появились такие вот квадратные. То есть, просто меняется дизайн слайдера немножко другой. Давайте еще раз поменяем еще допустим вот такой слайдер и нажмем «Сохранить». Вернемся сюда, обновим страницу и наш слайдер другой. Уже стрелочки в принципе кругленькие такие, беленькие и здесь такие точки немножко уже энергии. В принципе меняется сам немножко слайдер. Нажмем слайдер «Последний». Нажмем «Сохранить». Вернем сюда и обновим. Здесь уже подсветиваются с синенькими кнопочками вот такими вот. И эффект растворения от эффект смены картинки другой. Кстати, смотрите, на разных вариантах слайдеров есть выбор разных вариантов смены картинки. Вот на этом слайдере здесь есть всего лишь два варианта растворения и скольжения. Другой вариант мы не можем выбрать, потому что эта версия слайдера бесплатная. Но если мы поставим такой слайдер, то тут эффектов тоже в принципе один. Если мы выберем этот слайдер, нажмем на эффект, тут эффектов много. То есть мы можем выбрать здесь эффект «Сдвиг». Нажмем «Сохранить» и посмотрим, как это происходит. то есть в зависимости от слайдера она где-то больше предлагается, а где-то меньше. То есть здесь такой эффект «Сдвига». Поняли? То есть в этом слайдере здесь больше эффектов по смене картинки и так далее. В этом слайдере только вот эти несколько эффектов «Сдвига». Итак, со слайдером мы разобрались. Теперь смотрите, давайте оставим стандартный нажмем «Сохранить». Смотрите, для того, чтобы добавить еще слайдер вы делаете что? Давайте вернемся назад на консоль. Вы наводите сюда и нажимаете «Мета слайдер». Также и для того, чтобы создать еще какой-то слайдер вы нажимаете на плюсик. Также даете ему название какое-то, допустим, «Команда». Нажимаете сюда, добавляете картинки, добавляете слайды. «Сохранить». и вот слайдер создан. Нажмем «Сохранить». Смотрите, для каждого слайдера можно задавать разные значения. Вот, допустим, для этого слайдера у нас авто 01, ширина 700, высота 300. Для этого слайдера мы можем задать другие настройки. допустим, наоборот, здесь будет 300, а здесь будет 150. То есть, для каждого слайдера мы можем создавать свои значения. И нажмем «Сохранить». Смотрите, этот слайдер у нас имеет название «Команда», и у него уже будет другой шорткод с другим кодом. Также можем его вставить в любую страницу либо запись. Итак, давайте теперь пойдем к записи. Смотрите, вот наш слайдер. Смотрите, эту картинку мы можем вставить куда угодно. Вернемся к редактированию записи и нажмем ее «Удалить». Вы поняли, что мы можем вставлять слайдер к странице и записи. Теперь я вам покажу, как вставлять этот слайдер в боковые колонки. Смотрите, допустим, я хочу поставить слайдер в левую либо в правую боковую колонку. Давайте это сделаем. Наведем сюда, нажмем «Настроить». Нажимаем «Настроить». Загружается у нас сейчас пока что. Далее нажимаем на виджеты и я знаю, что левая боковая колонка это у меня «Примари». Нажимаю сюда и нажимаю «Добавить виджет». И здесь ищу такое название «Meta Slider». В принципе, оно у меня сразу вверху отображено. Нажимаю на него и смотрите, здесь можно прописать название, допустим, какое-то. И выбрать какой-то бойслайдер. Это будет слайдер авто либо слайдер «Команда». Мы выбираем какой мы слайдер именно вставляем. Давайте выберем авто. Нажмем «Сохранить» и «Публиковать». Перейдем на страницу нашу и нажмем на главную. Теперь прокрутим вниз и мы видим, что вот этот слайдер. Сразу размеры его уменьшились под ширину нашего как бы раздела, под ширину нашей колонки. Вот эти точки есть и так далее. На самом деле точки в таких боковых колонках я бы не рекомендовал, можно их убрать, а оставить только стрелочки. А можно оставить. Смотрите, изначально лучше узнать ширину этой колонки и когда вы создаете слайдер любой, задавайте эти настройки. давайте допустим сюда поставим слайдер не авто 01, а команда выберем. Нажмем применить и нажмем сохранить и опубликовать. Вернемся на главную и обновим страницу. Вот слайдер команды. То есть так же картинки так же все листается. Давайте поменяем ширину и высоту. Ширина пускай будет 300, а высота будет пускай 500. Просто для эксперимента. поставим следующие точки мы не показываем, ставим сюда и слайдер будет вот этот эффект будет у нас мозаика и нажмем сохранить. Вот мы поменяли настройки слайдера команда. Вернем сюда, нажмем обновить страницу и вот мы видим, что слайдер в колонке стал длинным и с другим эффектом. То есть все очень просто. Вы выбираете колонку, куда хотите вставить слайдер и вставляете туда слайдер и меняете настройки по картинке. смотрите что мы видим сейчас мы видим что из-за того что у нас картинка здесь узкая не вся картинка здесь уместилась это естественно поэтому просто сами выбирайте картинки размер либо их обрезайте и тогда вставляйте и все у вас будет хорошо. Итак вернемся в свой слайдер и что я хочу показать вам смотрите я вам показал как обычно работать со слайдером но у этого слайдера есть еще также про версия то есть эта версия платная если вы ее купите тогда у вас будут доступны все эффекты растворения все эти эффекты будут доступны я пользуюсь пока бесплатной версии мне это хватает в чем плюс слайдера в том что мы можем сюда поставить любую картинку можем поставить ее не только как слайдер чтобы она постоянно менялась а можно просто вывести картинку как ссылка и при наведении кликания на нее человек будет попадать на какую-то нужную нам страницу вот для этого в принципе я использую этот слайдер для того чтобы устанавливать сюда любые картинки с ссылками и так далее вот так же вы можете использовать этот слайдер для того чтобы отображать какие-то ваши галереи и так далее какие-то ваши все фотографии и другое здесь удобно это просматривать и листать собственно это все что я хотел вам рассказать в этом видео уроке с вами был Джин Лав увидимся в следующем видео пока пока субтитры Продолжение следует...